Система потоковой установки 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 Братство Тени Система потоковой установки 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 В прошлой части Время не терял Сразу видно по его виду Он активно подбухивал Мышцы сдулись Руки просто какие-то Две чугунные молотилки Раньше он был не только Ну железные руки Он был накачанный Всегда Джекс был качок Здесь он не качок Здесь он Злобный негр Алкаш Который отсидел На зоне По-моему лет Ну 10 Так суть по его виду он ничто не указывает на то, что он солдат, кроме намотанного флага США на правый бицепс. Непонятно зачем. Нельзя, к сожалению, покрутить персонажа, его и посмотреть. Если я нажму на желтую кнопку, что будет... Нет, это случайный выбор, там всякий. Так, Sony Blade. Все так же, сисясто и прекрасно. И, в принципе, ну, совсем не сказал бы, что она постарела. Главное, посмотрите, какая миниатюрная, посмотрите, с Джексом. Вот в прошлом Mortal Kombat все были примерно одного роста, кроме там Гора, Шелкана. Все были высокие такие, а здесь вот видно, что Джекс прям на голову выше Sony, она ему вот в подмышку дышит. Следующий, Кенши. Это уже герой из поздних частей Mortal Kombat. В классическом МК его никогда не было. Довольно мутный хрен, который дерется с мечом. Вот обычно в Mortal Kombat все дрались там в рукопашную, а этот сразу с саблей. И он напоминает мне этого из Текина 3, Яшимицу. Тот тоже с саблей был, только Кенши слепой. Ничего сказать про него не могу, кроме того, что я им играть не очень люблю. Я вообще сторонник, знаете, классического Mortal Kombat 3, который был на Сеге. Вот, кстати, миниатюрная Китана, которая еще меньше, чем Соня в плечиках. Всем дохлая. Уже эротика куда-то делась, все сиськи у баб поуменьшились, и костюмы стали намного скромнее. Вот, чем мне нравился третий Mortal Kombat на Сеге, это тем, что, во-первых, там не было Нуб Сейбота, то есть не было дисбалансного героя, ни одного, все были примерно равны по силе. Во-вторых, в отличие от предыдущей части МК, для того, чтобы снести противнику половину здоровья, ты должен был ему пробить комбо из 8 ударов. 8-7, там у Лю Канга было очень длинное, я помню, комбо. Где-то 2 удара руками, 3 ногами, еще 2 руками, и можно вдогонки еще пульнуть или прыгнуть. Вот, и это было круто, а вот в предыдущей части МК, для того, чтобы снести половину здоровья, надо было задние триггеры нажать, накопив X-Ray, которые дают практически в равной степени как за то, что ты наносишь удары, так за то, что ты их получаешь по чамбу. Это было очень странно. Так, Милена, еще такая же узкоплечья, как и, ну вот сразу видно, что да, азиаточки, азиаточки, все мы знаем, маленький. Теперь все стало более, костюмы у всех стали более целомудренны, и это хорошо, потому что Mortal Kombat это не та игра, где я хочу смотреть, как, блядь, трясутся сиськи у баб. Файтинг про трясущиеся сиськи уже совсем недавно вышел, там с каким-то длинным названием, я в него даже играть не стал, потому что все мы знаем, кто король жанра файтингов всех времен народов. Так, а это кто? Кесси Кейдж, а это дочка Сони Блэйд и Джонни Кейджа, как мы увидели по фамилии. У нас следовало, в общем-то, симпотную моську мамки, мамкины тетюльки, от папки тут что-то нихрена нет, вроде как приемы есть, больше ничего. В принципе, ее костюм напоминает мне костюм Джилл Валентайн из Пятой Резьбы. Персонаж новый, поэтому неизвестный, кто еще сейчас из доступных есть. Джонни Кейдж, старый ты пердун. Вот кого точно время не пожалел. Татуировка присутствует, там вот ее фрагмент виден, все так же в очках, все такой же кабан, но уже не такой симпотный. Кстати, постарел намного, намного сильнее, чем жена, что высосало, видно из него, все соки Сони, потому что, ну, все мы знаем, средняя продолжительность жизни у мужчин на 10 лет меньше, чем у женщины, потому что женщина всю жизнь пьет кровь мужчины и тем самым продлевает свою и укорачивает его. Лю Канг, куда ж без него? Посидел. Видно, что седой. Задолбала эта тень от дерева, дайте разглядеть. Ну, Лю Канг, он и в Африке. Лю Канг, красное кимоно какое-то, огненные руки, кунг-фу и стиль дракона. Это у нас кто? Ермак, атаман казачий, нет, конечно же, это Ермак, воскреситель. Он еще и в капюшоне, чтобы вообще было нихрена не видно, но видно, что он живой труп какой-то. Явно один из тех, из братства теней, из этого. Новый, новый хрен, Коталь Кан. А, Коталь Кан, это, Коталь Кан, это, надеюсь, это не Шао Кан, нет, это какой-то ацтекский бог, по-моему, да, что-то говорили, ну, Коталь, очень такое слово как-то в стиле ацтекского, знаете, там, бог войны был, выцелопочтли, или вицелепусли, там, как-то так, маквальтиль, короче, очень новый персонаж, связанный с ацтеками, у ацтеков поклонение богу войны было одним из самых кровавых и жестоких культов, как я, по-моему, читал, если я не путаю, приносили ему в жертву живых людей, и так далее, и тому подобное, что, типа, из-за вот этих же кровавых жертвоприношений, в общем-то, цивилизация и погибла, потому что лучших всегда отдавали богу войны. Так, рептилоид, он же рептилия, зеленый ниндзя обычно всегда был, ну, в ранних частях, знаете, все эти ниндзи, скорпион, саб-зиро, там, они только цветом отличались, и вот и была рептилия, она была зеленого цвета, ниндзя, а теперь ее стали делать уже, ну, более похожим на рептилоиды, рептилоиды, каким вот он был в кино. Это что у нас такое? Ферратор, огромный умственно отсталый буйвол, на спине которого сидит какое-то маленькое существо, вроде девочка. Я сразу не знаю, как вы, я вспоминаю Безумный Макс, по-моему, третий, нет, второй, ну, да, нет, третий или четвертый, где мастер-бластер был, где тоже вот на, на горбу, на горбу отстающего в развитии гиганта сидел маленький карлик, невероятно развитый, с невероятно развитым умом, как бы, и они в целом составляли одного, одного правителя города, то есть здесь они составляют одного бойца, но это тоже новый герой, ничего сказать про него не могу, Девора, тоже новый герой, на горбе у нее крылья стрекозы, и вокруг нее летают мандовушки, в бою не видел, но, честно, выглядит она как-то спорно, что это, вообще, вот, новых персонажей для Mortal Kombat сочинять, мне кажется, довольно сложно, чтобы они влились в концепцию игры, Рейден, Рейден, ни хрена, ни постарел, ни изменился, ибо Бог, ибо Бог, и он, и он бессмертен, в принципе, Рейден, он и в Африке Рейден, никогда им играть особо не любил, никогда он у меня симпатий особых не вызывал, Кванчи, ага, а вот Кванчи, кудесник Шаукана, который там всех, всех воскреса, воскрешал, тоже я не фанат Кванчи, никогда не любил за него играть, ни в одной из частей, странный, на мой взгляд, персонаж. Следующий перезапуск игры добавил еще несколько персонажей для осмотра, главное, что я не могу сейчас начать бой, потому что пока что добавляю только персонажей, и не, и только персонажей, и ни одной арены для битвы, то есть, если ты пробуешь начать бой, игра вылетает нахрен, потому что негде драться. Итак, новый персонаж, Кун Дзинь, Кун, Кун Дзинь, наверное, друг или брат Кун Лао, потому что они оба кун, видимо, они кунарии, я просто не знаю, почему Кун Дзинь звучит, это, знаете, Кун Дзинь, это первое, наверное, китайское имя, которое приходит на уши, там, Шань Бяо, Мян Дань, вот какой-то Кун Дзинь, у которого есть за горбом стрелы, но при этом у него нету лука, у него есть посох, как я вижу, ну, иначе зачем вот это, набалдашник, но, видимо, это лук должен быть и вообще лучник в игре про файтинг ближнего боя это, как минимум, странно, вообще лучше бы он, не знаю, я буду звать его Купидон, потому что Кун Дзинь меня откровенно раздражает, опять новый герой, собственно, выглядит он странно, то есть очередной шоу-линец, вот мало здесь Лю Канга и Кун Лао, пусть будет еще Кун Дзинь, да, шинок, щенок вернулся, вот, был на плойке еще, по-моему, на первый в четвертом МК или в каком-то, где был там Рико, где Райн появился, и вот там же где-то в тех частях был щенок, шинок, я ни хрена о нем не помню, кроме того, что он из разряда рукопашных магов, которых я в этой игре никогда не жаловал и не любил, вообще, что-то я, кстати, не вижу здесь Шайн Цунга, неужели, неужели без него обойдемся, так, еще несколько, казалось бы, новых лиц, Такеда, какой-то чувак, по имени, очевидно, что какой-нибудь японец или другой азиат, Танака, Такеда, все оттуда, видим, что какой-то он владеет двумя хлыстами, как я понимаю, он какой-то киборг, что ли, или просто в доспехах пришел драться, не знаю, новый чел, Джеки Брикс, Джеки Брикс, очевидно, имеет какое-то отношение к Джексону Бриксу, и то, что ни одного с ним расового, расовой принадлежности, одной, видимо, это его дочь, судя по возрасту, ну, либо это его молодая, молодая цыпочка, и тогда этому старому безрукому саладофону люто повезло, потому что штучка, видно, что такая аппетитная, ну, вот ровесница с Кэсси Кейдж, в общем-то, то есть они обе две бабы, молодые, две солдатки, и абсолютно странный персонаж Джесси Кейдж, у нее на руке какие-то пулеметы, я вижу, закреплены, или огнеметы, так, этого видели, вот это, Кейно, Кейно, о, вот это радикальная перемена, теперь у него глаз не красный, а зеленый, не знаю, почему, постарел, да, заметно постарел, пожирнел немножко, в основном все такое же, пластина, правда, на голове поменялась, теперь она занимает меньшую, меньшую часть его мозга, так, а это что за Ван Хельсинг, Эрон Блэк, Эрон Блэк, мне Кабала напоминает своей маской, но это какой-то другой, какой-то тип в плащах, у него на поясе патронтаж, на руке какие-то снаряды для подствольника, видимо, он какой-то такой персонаж, который сам не в броне, но зато он из чего-то стреляет, да, у него кобура, видимо, это ковбой, вот я бы ему, странно, что маски нет, ой, шляпы нету, вот на картинке внизу шляпа ковбойская у него есть, а так нету, и последним, видимо, загрузится Гора и Саб-Зира и Скорпион в самой последней партии, ну и, собственно, перейдем-ка мы к сражению, я думаю, надо посмотреть сразу в двух новых героях, тем более, пока что Саб-Зира, Гора и Скорпион еще у меня не загрузились, пожалуй, уже мы Коттолькана, и здесь вот опять новинка, можно выбрать стиль боя, как я понимаю, значит, Удавка Бога, призывать Хрустальный, Обсидиановый и Кровавый Тотемы, или Бог Войны, Дробящие Удары с применением Макауитля, Макауитля, такая деревянная дубина, которую я орудовал еще в Assassin's Creed Liberations, так, давай, Бог Войны, звучит очень круто, и от Мудоши, мы, пожалуй, Эра Набойка, у которого есть ружье, пистолет, или уникальные приемы Таркатанского Клинка Руки, Клинка Руки, а, он Таркатанин, а по глазам ты не скажешь, давай вот этого в шляпе, средний бой, и вот первая арена, доступная, слава Богу, пещера, дзинь, что-то там, к сожалению, экран загрузки записать не удалось, но там, собственно, изображен персонаж, как обои для рабочего стола, и так, бой, почему-то мой персонаж сразу решил, что надо прыгнуть, да, и это называется средняя сложность, и вообще, подожди, Мувлис никуда не делся, Каталькан, Бог Войны, кровавая жертва, туда-сюда-сюда, так, пила, вниз, вперед, желтая, если он, если он, даст мне вообще хоть что-нибудь сделать, я может, и посмотрю, а, это не пила, это макаку, макакутиль этот, да, на сложной, на средней сложности меня компьютер просто избивает просто в хлам, я ничего не могу сделать, а, подожди, я могу иксрей ему пробить, да, а иксрей, к сожалению, никуда из игры не ушел, вот эти вот заставки, на которые уже надоест смотреть после пары, боев, которые сносят, но здесь они не так много жизней сносят, кстати, в этой части персонажи стали более живучи, я так смотрю, управление броска поменяли, теперь он на левую кнопку, а не на правую верхнюю, странно, блок-то хоть остался, блок остался, вообще, вот эти лаги, которые здесь есть, указано то, что игру надо будет писать в 60 FPS, ну-ну-ну-ну, я должен, должен победить, очень как-то странно двигаются персонажи, этот, кот-алькан, просто, абсолютно неподвижный, каменный какой-то, в то время, как, вот этот вот, ковбойчик, очень такой живенький, пацан, не, никуда не делал, мувлист никуда не делся, но, я думаю, что, все равно, что убрали уже давно эти длинные комбо, ну, потому что на шестикнопочном джойстике Сеги еще можно было их как-то раскидать, интересно, то длинные комбо наворачивать на джойстике от Xbox, или плойки, как-то уже будет совсем слишком просто, поэтому комбо-таке удара 3-4, финиш им, пожалуйста, я уже думал, фаталити, одна кнопочная сработала, ага, это теперь, когда показывают то, что ты победил, теперь показывают по-новому, с нового ракурса, теперь, крупным планом, главный герой, очень миленько, выберем нового бойца, еще мне понравился, кстати, режим здесь тренировки фаталити, то есть можно сразу посмотреть все фаталити и не марочиться с ними в бою, фаталити, кстати, простые комбинации в основном из, как я понял, кнопок движения, например, давайте посмотрим, как Джонни Кейдж убьет Кутель Кана на какой-нибудь локации, типа вот этой, не знаю, очень долго, по-моему, грузятся сейчас все эти уровни, когда заходишь, надеюсь, что потом сделает лучше, и так можно выбрать со временем или без временем, давайте выключим лимит, и вот мы видим вниз вверху, что нужно понажимать, жалко, что в бою, этого не пишут, я не знаю, сколько видов фаталити у каждого героя, возможно, что по одному, но что вряд ли, ну, не очень, не очень-то тема расчлененки не раскрыта, как в предыдущей части, по-моему, раньше как-то увереннее их распиливало, разрывало, теперь посмотрим, как Кэсси Кейдж, в кого она пошла, в мамку или в папку, так, подождите, эй, я что, выбрал на время, нахрен время, так, 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 прострелила колени, прострелила голову, лопнула жвачку и купается в крови, типичная ТП, по-моему, это Кэсси Кейдж, да, здесь, знаете, фаталити носит более такой издевательский характер, нежели какой-то, нежели, какая-то кровожадность, в следующем раунде по фаталити сойдутся великан и колдун, очень-очень простые фаталити, кстати, можно вот на листок куда-нибудь их все скопировать, чтобы потом в онлайне людей унижать, вот здесь уже, да, в духе старого, так, я вижу почки, печень, легкие, все органы на месте, даже мозг, как ровно пополам она его расчирикала, ну, в общем, понятно, это, мне очень нравится, то, что можно посмотреть все фаталити, для этого не надо заходить на ютуб, но плохо, что фаталити у каждого героя похожа, я так думаю, что, видимо, только одно, да, видимо, что гора Сабзир и Скорпион загрузятся в этой игре в самую последнюю очередь, я этого ждать не буду, это видео сделаю уже так, потому что пираты уже взломали МК и выложили его в сеть, в то время, как я со Стима до сих пор сижу, качаю при скорости интернет-канала в 100, в сотку, короче, и это у нас, блядь, меня просто бомбит от этого, в общем, как мы видим, если я не разучился считать, здесь где-то 25 бойцов, да, вроде так, и нету много кого, нету, допустим, Страйкера, который мне еще в третьем МК нравился, нету Кабала, нету ни одного Киборга, заметьте, что ни Сайрекс, ни Сектора, Смоука нет, и нету Джейд, и Синдал, но, в общем-то, между них, вместо них есть другие две бабы, это дочка Кейджа, дочка Джекса, как-то странная замена, на мой взгляд, да ладно, зато Гора стал обычным персонажем, внезапно, почему-то, в общем, печально, если вам нравились какие-то персонажи, которых здесь нет, нету, я ожидал, что Mortal Kombat X, Mortal Kombat, ну, он же 10-й, будет такой, прямо вот, перенасыщенный персонажами, однако не вышло, и даже с Саб-Зиро, мы видим, что старый в маске, а не его младший брат, который без маски, и с таким пантовым шрамом на лице, так что, на этом, я думаю, первый взгляд, нет, после, еще один бой, и первый взгляд будет на этом, завершен уже окончательно, пожалуй, я возьму, кого я возьму, а я возьму дочку Джекса, у нее тут опять выбор, дробовик, хай-тек, хай-тек, 30 фпс игра выдает в меню, почему-то, а записывать ее, чтобы не лагало, надо в 60, очень классно, сделана игра, оптимизация, уровень, уровень бог, и только одна карта сейчас не вылетает, эта голубая, с остальных меня успешно, я надеюсь, что каким-нибудь чудодейственным образом лаги куда-нибудь пропадут, потому что на данный момент, разработчик себя просто, просто хоронит, мало того, что в этот же день, Rockstar устроили саботаж, и назначили выход GTA 5, то есть, что уже, солидная часть внимания ушла на МК, на GTA-шку, игроманов, так еще и МК вышел через жопу, блядь, вот эта чушь, которая произошла абсолютно с предзагрузкой, плюс вот эти лаги, которые сейчас здесь вижу, становится понятно, почему МК стоит гуманную тысячу рублей, в то время как остальные нормальные игры уже давно стоят две, как минимум. ну, поживем и увидим, вот эти вот объекты, на фоне которых мы деремся, иногда подсвечиваются, иногда мне кажется, что их можно швырять, можно швырять, вот нам взяла и швырнула, на ту кнопку, на которую раньше работал просто бросок, и это все напоминает мне игру, или узнаете какую, где персонажи из DC Comics сражались. X-Ray, X-Ray пришелся в блок и интроканал, к сожалению. Так, а Move List? Вот, любая пауза, любое что-то нажатие, и игра начинает зависать. Бросок спецназа. Видимо, что и Кейси Кейдж, и вот это Брикс, Джеки, пошли по стопам родителей, и присоединились к силам спецназа в этой борьбе. Никакого броска спецназа я не увидел. Кстати, в Move List, заметишь, что пропали комбинации. Вышибло близко. Что это такое? RT плюс X. Ну, давай, вышибло. Никакого вышибла не работает, потому что RT это блок. Да. Кунзин побеждает. А еще я заметил, что в отличие от предыдущего Mortal Kombat'а на персонажах не появляются следов побоев. То есть, помните, что там рвались рвалась одежда, девятки там, персиники, кровоподтеки были. Здесь всего этого я не замечаю, потому что этого, вероятно, нет. Я думаю, все не ядин надеялись, что у нас можно бесконечными ударами в грудь разорвать жилетку на Sony Blade и полюбоваться на ее огромные сиськи. здесь даже надеяться нечего, этого здесь просто нет. И я не понимаю, почему, ведь это как ни крутя, игрушка-то украшала неплохо. на тебе с колена по яйцам баталити. У нее усилители рук какие-то пневматические. Непонятно, как работающие. В общем, что могу сказать по итогу первого впечатления. Да, графика стала в очередной раз лучше. Графика прям стала вообще хороша, хоть и не видно следов побоев на персонажах, но при этом сейчас все абсолютно лагает. Непонятно, какой тут фпс. Такое ощущение, что залочено 30, но иногда игра пытается дать больше и тут же зависает. То есть, вот переключаю персонажа, у меня фпс проседает. Не знаю, в чем дело. Я надеюсь, что это исправят, потому что потому что еще вот тут вот не хватало бед с оптимизацией. Думаю, это чести Mortal Kombat не сделать. Ну ладно. В общем, со следующей серии начну уже, думаю, сюжетное прохождение. Если когда-нибудь у меня эта игра докачается пока, что всем спасибо за внимание. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и адьо.